11.06 в Кирове. Начинается программа Дневной разворот. Сегодня пятница. В студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Последний рабочий день на этой неделе. Выходных будет чуть больше. На один, да? Понедельник, Первомай. У кого как? Будет выходной. А что? Я вот завтра работаю. Ты завтра работаешь? Ты, может быть, послезавтра. Я не знаю. А, завтра же у нас мероприятие, по-моему, коллективное какое-то. Да, мы будем учиться. Мы будем учиться. Да, ну, кстати, Первого мая нам обещают прекрасную погоду, солнечную, плюс 20 с лишним даже. Да, уже предвкушаем, да? Один день. Один день всего лишь. Предвкушаем этот момент. Ну, а если говорить о нашем сегодняшнем эфире, то проанонсируем, конечно, что же будет впереди. Сегодня будет и Культ Поход программы с 12. Да, и там уже Голиков придет. Николай Голиков присоединится. И с 13 часов будет программа сделанная в Вятке, наша историческая. И программа «Слушайте доктора» с двух часов. Такой сегодня у нас активный очень. Да, про вакцинацию мы будем говорить. Да, про вакцинацию. Ну, а в этом часе у нас довольно такая важная, серьезная тема, которая касается огромного количества жителей нашей страны и жителей нашего города. Есть конкретный информационный повод для того, чтобы об этом поговорить. Я сразу же скажу, что речь сегодня пойдет, ну, так по большому счету, о деньгах, о платежах, о наших с вами сбережениях, о наших с вами тратах. Буквально на днях, 26 апреля, Совет Федерации одобрил закон о поэтапном переводе бюджетников на платежную систему, внимание, мир. Если вы сейчас впервые слышите это слово, я уверен, что многие действительно об этом еще ничего не знают. Но мы выяснили уже, пока готовились к программе. Да, мы выяснили, подготовились. Внимательно у нас сегодня слушайте, такую рекомендацию дадим, потому что, так или иначе, это такая новая реальность. Это одно из ключевых, наверное, изменений в нашей стране, которое ожидает большое количество граждан нашего государства. Бюджетников всех. Всех. Вот именно. И пенсионеров, между прочим. Поэтому бюджетники, пенсионеры, пожалуйста, внимательно нас слушайте. Мы хотим заняться некой просветительской работой и задать вопросы. Вот если они у вас... У нас-то с Володей много вопросов возникло. Если они у вас возникают, вы тоже можете звонить и спрашивать по телефону 211-101 нашего эксперта. Мы пригласили Илью Прозорова, председателя правления АО «Коммерческий банк Хлынов». В нашу студию Илья Павловича, добрый день. Светлана, добрый день. Добрый день. Почему, собственно говоря, Илью Павловича пригласили? Потому что банк Хлынов является оператором банка «Карты Мир» в ряде других операторов. Но вот мы позвонили... Всего их 354. 354. Уточню по всей стране. Поэтому все здесь есть. Вопросы есть, информация есть, эксперт есть. Телефон 211-101. Прямая трансляция, видеотрансляция на сайте хакера.ру. Там же есть и аудиотрансляция. Это, пожалуйста, участвуйте в нашей программе. Кроме того, опрос. Да, опрос у нас есть. Банковская карта. Вот именно таким образом мы сегодня вас спрашиваем. Банковская карта. Да, любая карта. У моих родителей. Почему у моих родителей? Потому что оно как-то так вот сложилось. Наши родители в большинстве своем, наверное, все-таки представители бюджетной сферы. Можно так? У всех разные родители. У всех разные родители. У меня родители пенсионеры. У меня бюджетница, например, мама. Так есть вот эта карта у ваших родителей? Ее нет или не знаете? Любая. Потому что не знаю, по каким причинам вы можете не знать. Вот именно такой вариант. Я сгоряча тут и кликнула на «не знаю». Но теперь поняла, что… А, кстати, да, не знаю, как они деньги получаются. 85% на нашей странице ВКонтакте, где вы можете голосовать, голосуют за то, что есть такая карточка. То есть распространенность большая достаточно. На сайте хакера.ру 55% говорят «есть». Нет, говорят «18». И 27% говорят «не знаю». Пожалуйста, голосуйте. Еще раз, 211-101, номер телефона прямого эфира. Но, Илья Павлович, мы предлагаем вот что сделать. Поскольку, когда мы с Володей готовились к программе, мы, естественно, позвонили всем нашим экспертам из бюджетной… Не с тем хотя бы мы собрались вместе. Ну, не 222, конечно. Позвонили экспертам, нашим спикерам из бюджетных сфер. Разные взяли направления образования, медицины и культуры. Их это касается. Позвонили и в пенсионный тоже фонд, чтобы выяснить, насколько вообще люди представляют себе объем задач, который стоит. И понимание у них есть или нет, что такое карта «Мир». И что им придется переходить на эту карту. Вот буквально уже, цитирую, большинство должно получить карты к лету следующего года. Пенсионеры будут переводиться в течение трех лет, до июля 20-го. А так-то вообще летом этого уже года многие ее получат. И, кстати, к 1 июля этого уже года банки должны обеспечить прием национальных карт «Мир» во всех устройствах, предназначенных для приведения расчета. Все поэтапно. Это то, что мы сейчас с Володей нахватали и понимаем, что вроде вот сейчас уже все свершилось. А оказывается, некоторые слыхом не слыхивали. Сейчас мы примем, с вашего позволения, звонки от наших экспертов. Вот сейчас Анна Лапшина, наш редактор, будет набирать. От вас тогда пару слов. Банки давно участвуют в этой истории? То есть насколько банки готовы к тому, чтобы снажать такую огромную массу населения? Да, вот уже редактор даже не даст вам слова сказать. Хорошо. Давайте все-таки выясним ситуацию, какая она в реальности. На связи у нас Игорь Олин, это директор средней школы поселка Вахруши, разумеется, Слободского района. Сейчас у Игоря Витальевича узнаем. В курсе ли он таких изменений глобальных? И что уже возможно предпринимается? Я думаю, что Игорь Витальевич уже подготовился. Алло, Игорь Витальевич, добрый день. Добрый день. Алло. Вот когда мы с вами созванивались на днях, вы мне сказали, что вообще впервые от меня слышите, что нужно будет переходить на карту МИР. Правда? Да. Так и есть. Первый раз от вас услышали. Первый раз от меня услышали. Тем не менее, вся ваша школа, все ваши сотрудники будут переведены на эту карту. И вот мы как раз начинаем сейчас серию, видимо, программ, где будем об этом говорить, напоминать и следить за тем, как вообще все это будет происходить. Скажите, пожалуйста, сколько человек у вас подчинением? 65. У нас есть 30 сотрудников, обслуживающий персонал. Довольно большой коллектив. Да. Мы понимаем, что перевод будет касаться абсолютно всех. И это касается заработной платы. А сейчас каким образом переводится заработная плата? Как обслуживаются учителя у вас и школы? У нас много лет обслуживают Сбербанк. У нас у всех есть пластиковые карты. И туда идет перечисление по безналичному расчету. Давно ли... Кассы у нас вообще нет. Что у вас нет? Кэша. Кассы нет. Кассы нет. А, кассы нет. Кассы нет. Все безналом происходит. Но это вся бюджетная система так работает, да? Не знаю. Давай у школы спросим. Значит, зарплатная система с пластиковой картой. В свое время все переводились туда, да? Люди привыкли уже пользоваться пластиком? У всех устраивает? Ну, конечно, да. Я думаю, что это не устраивает тех, кто живет в сельской местности, где нет, например, банкомата. Это очень сложно. А в поселках городского типа, не в городе, это просто. Тем более у Сбербанка очень много таких... Точек. Ну, нет, где можно получить. Да. А в Ахрушево, кстати, как в поселке с обеспеченностью банкоматами, с возможностью расплаты, в магазинах, в торговых точках по карте, с этим все в порядке? Да, все в порядке. В большинстве магазинов можно рассчитаться, карты и есть несколько мест, где можно снять деньги. Расскажите нам, пожалуйста, в вашем представлении, как будет проводиться вот этот перевод на платежную систему МИР? Что вы вообще сейчас успели выяснить? Как вы себе это представляете? Пока ничего не успел еще выяснить. Не знаю, как. Ну, так или иначе, дата конкретно известна. Все-таки практически уже через год на руках у вас, в том числе, и у ваших коллег эти карточки должны быть. И нам обещают, что, собственно, большому-то счету мы в удобстве пользования этой карты ничего не потеряем. Подожди, мы это все расскажем. Кто должен вам сообщить, и как это, ну, кто должен сообщить, что вы переводитесь? От кого отмашки ждете? Ну, если это будет принято законодательное решение, то, я думаю, по ведомственной подчиненности, то есть управление образования, вообще это управление, управление нами. То есть вот когда управление скажет, тогда и вы запустите процесс. Правильно я понимаю? Да, думаю, да. И еще один вопрос, который вот у меня здесь есть в списке, мы его сегодня будем тоже обсуждать. Как происходит выбор банка? Это делает коллектив. Это будет, опять же, по ведомственной разнарядке. Вот когда вы переходили на карты, как это все происходило? Ну, там есть определенная свобода выбора. Да, конечно, учитывается мнение коллектива. Так. Насколько удобно. Потому что у нас было несколько банков, которые предлагали свои услуги. И вы собрались. Но если их банковатов нет, здесь у нас, то, конечно, более распространенный банк. То есть наличие банкоматов основной критерий выбора банка был у вас? Правильно я понимаю? Да, потому что там условия, конечно, некоторые по пользованию картами тоже предлагают различные. Там есть плюсы, где-то минусы. Плюс условия пользования по картам. Но там удобно, чтобы можно было снять деньги. Чтобы можно было снять деньги. А возникал ли такой вопрос, что можно этой картой пользоваться, например, в других регионах, в других странах? Мы имеем в виду сейчас геронки. У людей ваших, у людей. Нет, этой картой мы можем пользоваться в других регионах. Можете. Но такой вопрос все-таки был. Это важно, наверное. А здесь вы ничего не знаете, понятно. То есть вы не знаете, как вам надо будет менять оператора, не надо будет менять оператора. Что с этим делать, не знаете. Нет, пока технология не знакома. Понятно. Ну, слушайте тогда нас внимательно. Мы сегодня постараемся вам раскрыть все карты, чтобы вы были готовы, как руководители, к решению этого вопроса. Игорь Олин, да. Игорь Олин, директор средней школы поселка Вахруши Слободского района. Так незаметно подбежало время небольшой паузы, да? Сделаем паузу. Да, мы уходим на полминуты и сразу попросим набрать Николая Семеновского. Медицина будет на связи. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Национальная платежная система МИР наступает. Уже сроки определены. Очень скоро бюджетники пенсионеры... Наступила, можно сказать. Да, эра наступила. Два дня назад. Этой теме, кстати, два года уже. Два года. Создание. С момента решения, принятия решения создания. И 26 марта, апреля было принято решение, что все, все бюджетники, пенсионеры на нее переходят. До июля 2020 года вся история должна закончиться, включая пенсионеров, а с бюджетниками-то и пораньше. Мы сейчас обсуждаем, будем рассказывать о том, как работает эта карта и как будет осуществляться переход с нашим экспертом Ильей Прозоровым, председателем правления АО «Коммерческий банк Хлынов». А прежде все-таки хотим картину нарисовать. Вот образование выступило в лице Игоря Олина, директора средней школы Вахрушев. Он, говорит, вообще впервые услышал от вас. Ничего не знаю про эту карту МИР. Когда она ступит, что она ступит. Вот распоряжение получим, тогда и будем двигаться. Сейчас мы хотим связаться с нашей медициной, с Николаем Семеновским, который... С медициной в лице. Да, в лице. Главврач областного перинатального центра. Который в предварительном разговоре показался нам более в этом смысле компетентным. И он уже готов. Он уже все знает, уже готов. И чуть ли даже уже там не перешли некоторые на платежную систему МИР. А, да, отставить пока Семеновского. Почему? Николай Владимирович у нас на связи. Нет, нет, культура у нас на связи. Алло. Поясним сейчас. Алло, здравствуйте. Да, это культура. Глядя у вас, мама Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна. Прости. Вятский художественный музей. Да, культура на связи. Татьяна Сергеевна, что вы знаете о необходимости перехода на платежную систему МИР? И как вы думаете, вы будете осуществлять перевод своих сотрудников на эту платежную систему? Ну, о системе МИР я, конечно, слышала. Я считаю, что с точки зрения так называемой стратегической безопасности, в случае, когда мы живем в условиях санкций и все наши визы, мастер-карт могут в какой-то момент, ну, дать сбой, так мягко скажем. Конечно, система МИР, она была бы, ну, достаточно эффективна, еще раз говорю, в плане вот такой безопасности финансовой. Что касается обязанности перевести, например, сейчас нашу организацию на эту систему, мы пока таких указаний не получаем. То есть, если наш банк, в котором находится зарплатный проект, будет переводить, ну, вот в рамках этого проекта будет выдаваться карта платежной системы МИР, я думаю, что таких вот серьезных проблем не должно возникнуть. Мы как-то проходили именно такую массовую, ну, условно говоря, массовую замену карт банковских в рамках вот именно зарплатного проекта. Технически банк был безупречен, никаких сложностей у наших сотрудников тогда не возникло. Поэтому, ну, не знаем. Но вы пока не знаете, пока не знаете, как все это будет происходить. То есть, да, обязанности перевести не было сказано. Обязанности? А тем не менее, насколько нам известно и как постановлено к концу этого года уже, да, к 18-му году бюджетники все должны будут перейти на карту МИР. До 1 июля 18-го. До 1 июля год остался, год. Хорошо, все понятно. Спасибо. Татьяна Мазур, директор Вятского художественного музея имени Восемецовых. Ну что, время-то бежит. Давай все-таки экспертные вопросы. Тем более, что Николай Владимирович пока не отвечает. Вот история какая, Илья Павлович. Бюджетники не в курсе на местах. Нет, это абсолютно оправданное поведение. Я полагал, что и новым, и не должны слышать. Я, как потребитель, имею право и не знать о том, какой предлагается мне инструмент. А может и знать-то вообще не надо? А может и знать вообще не надо. Вот то, что сейчас предлагается... Так, безответственная позиция у вас. Не совсем так. Распределение ответственности по вовлечению потребителя в распространение национального платежного инструмента и карточки МИР, оно должно быть возложено и возложено по факту проектом закона на кредитной организации. Именно поэтому позиция Игоря Улина, она на самом деле является такой показательной для работника учреждения, бюджетного учреждения. Но вот мы с вами начали данный эфир с того, что мы бюджетников как-то обозначили. Только бюджетники станут счастливыми обладателем платежного инструмента МИР. Это, например, не совсем корректная формулировка, поскольку привязка должна идти не к роду профессии, а именно к тому, для каких целей будет использоваться расчетный счет или карточный счет. Ключевое здесь – получение бюджетных выплат в виде пенсии, государственных стипендий, пособий, содержания, ну и, безусловно, заработной платы. То есть любой человек, который обратился за получением бюджетных выплат, должен идентифицировать, быть банком, и к его целям должна быть привязана пластиковая карточка МИР. То есть студенты тоже? Да. Пенсионеры, студенты тоже? Может быть, там, многодетные семьи, да, потому что они получают выплаты тоже? Все социальные выплаты должны идти через национальную систему платежных карт с использованием платежного инструмента, платежная карта МИР. Именно поэтому здесь изначально вопрос контакта с клиентом, идентификации, он возлагается на кредитную организацию. Ты обратился, тебе выплатили. Карточка закончилась, вот как у пенсионера по сроку, и этот срок сопоставим с теми сроками, которые у нас заложены в законе. Три года? Двадцатый год. Не спеша, не спеша, потому что это население, оно должно без должных сомнений и опасений перейти на этот платежный инструмент. Тебе перевыпустили платежную карту МИР. Ну, конечно, заслуживает особого внимания срок, обозначенный 1 июля 2018 года, настолько, поскольку здесь, я полагаю, что все-таки именно побуждение зарплатных проектов или побуждение конкретного работника бюджетной сферы к приобретению данного платежного инструмента или замене платежного инструмента должно идти ведомственно. То есть, обязательно эта работа должна быть синхронизирована на уровне руководителей профильных министерств и ведомств. Но готовность, вот говорили про готовность банковской банковской сети, она находится в понятийном определении последней мили. Осталось совсем чуть-чуть. То есть, все-таки не все прямо вот сейчас готовы сразу все заменить. Да, безусловно. А это же видно прямо вот как раз-таки по национальной платежной системе МИР. Если заглянуть вот в список 354 этих банков, да, которые в этой системе участвуют, там есть оценка по трем критериям. То есть, во-первых, стал ли участником банк кредитного учреждения этой системы, во-вторых, получил ли он право имитировать эту карту, и в-третьих, приступил ли он к раскрытию так называемой экваринговой сети, то есть это инфраструктура, насколько я понимаю, банкоматы, терминалы для приема и так далее. И вот все банки, они просто тут пронумерованы по этим трем критериям. Можно прямо сейчас посмотреть, кто уже имеет право выпускать карту, кто уже развивает эту сеть и так далее. У нас, давайте к региону ближе, у нас уже есть готовность у каких-то банков, каких-то структур? Большинство банков, работающих на территории Кировской области, они готовы к приему, к выпуску, и они вступили в национальную систему платежных карт. Вот из тех, кто есть в системе. Из тех, кто есть в системе. Из тех, кто есть в системе. Ваши банки есть. Давайте мы примем, да, все, дозвонились мы до Николая Владимировича Семеновского, главврача Кировского областного перинатального центра. Николай Владимирович, добрый день. Добрый день, Светлана. Добрый день. Ну, мы с вами вчера беседовали долго и подробно, и вы... Порадовались, Светлана. Я слушала внимательно. Вы, в отличие от коллег по бюджетной сфере, не скажу там по медицинскому направлению, вы очень подкованы в этом вопросе, в вопросе перевода всех своих сотрудников на платежную систему МИР. Поэтому, во-первых, зачем вам это надо, потому что ваши коллеги тут сказали, а что нам, зачем суетиться и знать, ну, типа вот придет распоряжение, тогда и займемся. Вы почему такое внимание уделяете этим моментом? И сообщили ли вы уже, да, вашим сотрудникам? Потому что просто однажды была заблокирована международная система оплаты, после этого стали у людей проблемы. Наша, понятно, государство приняло решение создавать свою платежную систему. Так как она создана, имеет смысл, что сотрудники имели возможность оплачивать и свои платежные системы, и, соответственно, международные. Поэтому мы обратились к банкам, с которыми сотрудничаем. Вот мы работаем с данным банками, это ВТБ-24 и Сбербанк. Вот, часть сотрудников там, часть сотрудников там. Значит, ВТБ-24 проагировал очень оперативно, и в прошлом году всем сотрудникам была выпущена вторая карта МИР, и она привязана к счету параллельно с международной валютной системой. Поэтому сейчас в плаверах плачевать своего счета и карта МИР, и, соответственно, карта ВТБ. Сбербанк в прошлом году не смогут сделать, в этом году они уже все решили, и вот через месяц у меня сотрудники, которые работают с Сбербанком, получат еще карту МИР. Так, есть какие-то... Это вот потому, что Николай Владимирович тоже понимает, что и как нужно делать. А сотрудники как-то вообще на себе чувствуют вот эти переходы на новую платежную систему, на другую карту? Нет, оно не принципиально, кто к какой карте привык пользоваться, тот, кто ей пользуется. Видите, карта МИР получит больше эффективности, чем другие, если там будут какие-то, ну, конференции, например. Если, например, при раскладе карты МИР, будет там скидка один процентом, еще что-нибудь, тогда она, конечно, завоюет повроверность в стране, а так? А, программа лояльности важна. Да, если и пара, да. А так, если произойдет блокировка не на странных улиц с тем, то, пожалуйста, люди будут спокойно пользоваться картами, у них у вас, вроде бы, будет и та, и другая. Но вы будете, вы как-то собирали, вот в связи с этим переходом на новую платежную систему коллектив? Собирали. Мы в прошлом году сразу обговорили все это, и сразу сотрудникам было выпущено в ВТБ, карта, и было все объяснено, люди получили карту МИР. И вот сейчас было собрание, происходили представители Сбербанка, и точно так всем сотрудникам Сбербанка объяснено, и в мае будет выпущена карта МИР. Понятно, спасибо. Николай Сеоновский, главврач Кировского областного перинатальницы. Полная готовность. Упредительно тогда. Полная готовность. Ну давайте все, теперь мы уже никого не набираем, теперь мы только рассказывать будем. Проект истории 211-101, да. Если вы бюджетник, пенсионер, студент или получаете соцвыплаты от государства бюджетные, это все вас касается. Можете звонить и задавать свои вопросы нашему эксперту Илье Прозорову, председателю правления Банка Хлынов. Давайте до рекламы все-таки задам, Илья Павлович, вопрос. Вот Николай Владимирович сейчас сказал, основной страх ты этот озвучил, да, если международная, транснациональная система Visa, MasterCard будут заблокированы, то мы сможем пользоваться миром, да? Да, безусловно. Здесь я внес бы одну оговорку, я услышал из звонка привязку к одному счету двух платежных инструментов, то есть платежные инструменты, MasterCard. Нет, на самом деле это сейчас реализовано, это и есть, но если мы с вами вчитаемся в те изменения, которые у нас прописаны в законном национальном системе платежных карт, говорится о карточном счете, на который приходят бюджетные денежные средства и привязка к нему национального платежного инструмента. Я полагаю, что этот вопрос нуждается в дальнейшем раскрытии и разъяснении, возможно ли вот такая схема привязки к одному счету двух платежных инструментов и иностранного платежного инструмента, и международного платежного инструмента, и национального платежного инструмента, и мы склоняемся в пользу того, что должен быть один счет, один платежный инструмент. И разделить международную платежную систему с карточным счетом для, соответственно, целей, которые, скажем так, доступности инфраструктуры, может быть, или доступности каких-то систем лояльности, которые присущи мастер-карты ВИЗа, и разделить бюджетную составляющую, национальную платежную систему, на которую приходят ресурсы. Мы склоняемся к тому, что разные платежные инструменты, разные карточные счета. И вот конструкция привязки, она здесь не вписывается в те рамки, которые очерчены нам законом. Это задача, которую государство поставило. Да, и отсечка по этой задаче, именно работа с этим платежным инструментом, это 1 июля 2018 года. К этому надо быть готовым, в том числе руководителям предприятий, которые сейчас работают в этой схеме, ну и руководителям кредитных организаций, которые выдают карточки таким образом. Но при этом никто человеку-то не мешает иметь отдельно карточку МИР. Да, безусловно. Нашу национальную и там виза или мастер-карта. Это не определено. Это вот знаете, это из разряда, вот сейчас было сказано, из разряда джентльменского набора. Вот я снимаю, я плачу мобильный телефон, я плачу коммунальные платежи. Такое должно быть присуще карте, и она удовлетворяет минимальные потребности нашего рядового потребителя. Сейчас преремся буквально на 2 минуты. Да, еще много аспектов нужно раскрыть. Я вообще тут составила, потому что я опрос провела среди своих знакомых и так далее, прям составила вопросы, которые они мне дали. Буквально через 2 минуты мы их будем задавать, и вы тоже, слушатели, можете задавать свои вопросы по телефону 211-101. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Активно мы продолжаем говорить и в перерыве, потому что тема очень важная и интересная, да, и многогранная такая национальная платежная система МИР. Еще раз повторю, сроки до 1 июля 2018 года все бюджетники должны быть переведены на эти карты, ну а срок для людей пенсионного возраста, он немножко попозже, до 1 июля 2020 года. И мы продолжаем наш разговор с Ильей Прозоровым, это председатель правления АО «Коммерческий банк Хлынов». Поехали дальше. А почему пенсионеров до 2020 года? Это специфика нашего потребителя. Я уверен, что вот этот срок, он является таким, которому мы подойдем с 110% готовности. Замена пластиковой карточки будет происходить по истечению срока действия данного платежного инструмента. Закончилась карточка. Что срок, который указан на карточке? Чтобы это не напрягало потребителей. Но в то же время продвижение этого платежного инструмента не должно происходить авральным путем. Это должно делаться не спеша. Плюс к этому должна быть готова терминальная сетка, готовые посттерминалы в точках оплаты. Законом установлено обязательное использование платежных терминалов для расчетов с национальной платежной системой в ряде торговых точек. И учитывая специфику потребителя, такого как пенсионеров, ему дают возможность адаптироваться. Привыкнуть к платежному инструменту. И срок 20-й год, к этому сроку я полагаю, что большинство уже будет реализовано. У нас, кстати, есть небольшая статистика по пенсионерам. Мы можем ее озвучить. Давай чуть попозже, ладно? Можно я и обещала слушателям? Опрос провела же, люди ждут. Опрос среди знакомых? Платно или бесплатно будет проводиться переход на эти карты? И какова будет стоимость обслуживания? Вы знаете, вот вопрос по ценообразованию платежного инструмента МИР, он сейчас предполагает бесплатное проведение расчетов, бесплатное годовое обслуживание и бесплатную выдачу и перевыпуск вот этого платежного инструмента. Для бюджетников. Для бюджетников. Для цели получения бюджетных выплат. Поэтому здесь я полагаю, что и банковское сообщество ввиду определенного технологического изменения, модернизации своих ресурсов, однозначно будет ставить эту проблему как проблему к обсуждению. Это же денег стоит, да? Безусловно, сейчас вот законом предусмотрено бесплатное, без напряжения переход и обслуживание данного платежного инструмента. Как будет выбираться еще раз банк-оператор и есть ли выбор в Кировской области? Конкурентно, я бы так сказал. То есть выбор-то есть, правильно? И конкуренция большая. И конкуренция, да, зарплатные проекты должны обратиться в первую очередь к своему обслуживающему банку и поинтересоваться о возможности перевыпуска и выпуска национального платежного инструмента. И очень правильно было сказано, чем быстрее банк предложил, тем оперативнее руководитель перестроился, настроил коллектив, объяснил ему преимущества или, может быть, технологические особенности платежного инструмента и перевыпустили платежную карту. Это вообще такой безболезненный процесс получится? Абсолютно безболезненный. Я думаю, что все кредитные организации, которые управляют зарплатными проектами на территории Кировской области, к этому в основном готовы. Ну вот нам господин Семеновский сказал, что там ВТБ пришел в прошлом году, сказал и перевел. Сбербанк еще не готов, но до конца мая тоже сказал вроде как выпустят. Выпустят уже в мае. Да, вы, например, на какой стадии находитесь? 30% наших бюджетных учреждений переведены. Уже переведены. Уже переведены. Вы понимаете, этот вопрос исчисляется тысячами клиентов. И, безусловно, какой-то лаг на самотехническое изготовление вот этого платежного инструмента, на переговоры, на выдачу он должен быть. По нашим планам мы завершим процесс перевода бюджетных учреждений до конца лета, до 1 сентября 2017 года. И вот спрашивали тут уже даже еще раз, Николай Семеновский говорил, вот если программа лояльности, мол, будет, то еще больше полюбит карту. Да, ну это вот кэшбэк, вот это вот баллы. Это очень здорово. И на самом деле платежная система МИР, она должна, в нашем понимании, отходить от такого, скажем так, лейбла, как пластиковая карточка. Вы знаете, очень здорово, если бы были приложения, вот как сейчас, транспортное приложение, социальное приложение. То есть оплата проезда, да? Оплата проезда. Понимаете, вот национальный платежный инструмент. А рассчитываемся мы с вами за проезд по разным платежным системам. Если находимся на территории Кирова, если мы выезжаем в Нижний Новгород или в Москву. И задача национальной платежной системы в своей карточке совместить прелести джентльменского набора, пластиковые карточки и всевозможные приложения социальные. Школьники. Питание, например. Питание, например, да. Проезд на автобусы, метро. Которые будут унифицированы. Вы вот с этой же карточкой рассчитались в другом городе. Это социальное приложение, социальные выплаты, безусловно. А там, простите, с технической точки зрения, это вот, как это называется, технологии бесконтактного использования что-то? В том числе технологии бесконтактного доступа, бесконтактного взаимодействия с карточкой. Это, безусловно, возврат денег на карточку, кэшбэк. Мы с вами должны говорить о системе защиты и безопасности обработки информации. Это вот 3D Secure, который реализован сейчас на платежной системе, это MasterCard. Аналогично реализовано уже сейчас на платежной системе мира. Это возможности мобильного банка и прочее. Не только с возможностью возврата или кэшбэк, или каких-то бонусов, но и возможности получать больший объем социальных и государственных услуг. Твоя карточка может заменить. В перспективе, если будет такая задача, а технологии MasterCard, технологии, как говорилось, платежной системы МИР, позволяют регистрационную карточку. Можно сделать карточку жителя Кировской области. И тогда отпадает вопрос, для бюджетника ли только это? Нет, это 14+. То есть каждый житель Кировской области, получая национальный платежный инструмент, получает одновременно кошелек, получает одновременно проходы на социальные государственные мероприятия, проходки. Студент получает проход в институт, возможность получать социальную выплату, ну и прочее. Но это еще не готово, Глеб Павлович. От кого это зависит? Это будущее. От кого это зависит принятие этих вещей? Это планы национальной системы платежной карты. Но они все прописаны уже, да? Безусловно, это все прописано, и направление, и концепт продвижения платежного инструмента МИР, он будет именно вот в этом. Не только карточка, как банковская карточка, как пластиковая карточка, сними, переведи. Нет, не так. Это будет карта, в которой будут сочетаться в том числе и социальные приложения. ЧИП позволяет эта технология, технология платежного карты МИР позволяет это реализовывать. А вот если на федеральном уровне существует программа, и это все разрабатывается, а какие-то региональные программы туда будет возможность интегрировать в эту карту или нет? Если специфику ты имеешь в виду какую-то. Каждый регион имеет свои социальные выплаты, но мы за то, чтобы большинство социальных программ, в том числе оплата проезда, они были унифицированы. Повторюсь, мы с вами должны иметь национальный платежный инструмент, с которым удобно не только на территории города Кирова, но и на территории Российской Федерации. Мы должны с тем же успехом рассчитываться за услуги, при этом не делая дополнительных движений и действий, переводя между своими счетами. А у меня сейчас сразу вопрос, я просто, конечно, не следующая в этом, но та же виза или тот мастер-карт, они хоть в какой-то стране так работают? Или у нас вообще такая совершенно другая, новая совершенно система выстраивается? Нет, нет, мы безусловно находимся в тренде финансовых технологий. Я могу достаточно ответственно сказать, что темпы, которые сейчас набирает национальная система платежных карт, а именно карта МИР, они высокие. С 2015 года сейчас уже 5 миллионов платежных карт выпущено, при этом платежная система в своем виде, в законченном, работает всего лишь на всего третий год. Адаптировалось законодательство, создана материально-техническая база, программное обеспечение, коллектив, поставлены задачи государственного уровня, и практически уже интегрировано 98% вся банкоматная терминальная сетка Российской Федерации. А вот я сейчас тоже как раз хотел спросить, насколько в Кирове, в области готова инфраструктура банкоматы, терминалы приема для карты МИР? Последняя миля. Я убежден, что к 1 июля 2017 года не останется дневного терминала. Это совсем скоро. Вот нас все-таки надо использовать данные, которые нам пенсионный фонд предоставил. А у меня тоже еще один вопрос. Я почитал очень много комментариев в интернете. Не знаю, успею ли его задать все-таки. Я смотрю, что пенсии получает у нас порядка 425 тысяч человек, 48% через почту России, 51% через кредитные учреждения. А есть куда тут двигаться-то, Илья Павлович, по поводу пенсионеров? В какую сторону двигаться? 48% через почту России. Это значит, что люди получают кэш, и они не могут пользоваться всеми этими историями? Ну, это вопросы труднодоступности местности. За минуту не разберемся. Это будет другая у нас тема. У нас остается буквально полминуты. Да? У тебя вопрос короткий? Ну, вопрос-то у меня на самом деле длинный. Ну, ты его задай, мы обозначим тему, тогда еще встретимся. Ну, хорошо. Я почитал очень много комментариев в интернете по поводу того, а что за границей-то будет с этой карточкой. Но это отдельная тема, наверное. Ну, вот тут уже началось. Или коротко можно сказать. Сейчас платежная система МИР работает исключительно в камбренинговой версии, когда на одной карточке два приложения. То есть Маэстро и МИР, МИР и GCB и так далее. Что это значит? Это означает, что на территории Российской Федерации вы работаете как МИР, за рубежом вы работаете как мастер. А, то есть никаких проблем за рубежом, да? Никаких проблем за рубежом нет при наличии кабренинговой карты. Как таковая МИР без кубренда не работает за рубежом. Но заключается партнерское соглашение рядом стран, я бы сказал, на возможность сделать платежную систему МИР, платежную карту МИР самодостаточной к приему в терминалах международных платежных систем. Вот я сейчас уже посмотрела сюжет Первого канала, в Армении уже принимается, и в этом году еще Белоруссия и другие страны и дальше собираются идти. У нас закончилось, к сожалению, время программы. Мы еще с вами встретимся и разберем вопросы тоже с пенсионерами и прочее. Кстати, мы вот давно уже не говорили о том, что у нас в регионе происходит в глубинке. Я думаю, перед первым-то июля как раз-таки и есть смысл встретиться, да, еще поподробнее поговорить. Я благодарю Илью Прозорова, что он пришел сегодня к нам и проконсультировал нас, тем более, что сегодня у него день рождения, и человек, который в свой день рождения приходит, отвечает на наши вопросы каверзные. Ну, спасибо вам большое и с днем рождения. Спасибо. С днем рождения. Очень приятно было слышать, что процесс пойдет мирно, что процесс, собственно говоря, уже практически развивается, и последняя миля, как сказал Илья Павлович, у нас осталась. Но мы будем собирать мнения наших горожан. Звоните нам, рассказывайте, как у вас происходит переход, и где-нибудь, да, действительно, перед июлем месяцем мы встретимся и продолжим разговор на эту тему. Спасибо. Дневной разворот на этом завершается. Через 20 минут Культпоход.